Фигуристы завоевали второе золото для России на Олимпийских играх в Пекине. В командном зачете, конечно, Россия была фаворитом изначально, но опять же тренерский штаб решил обойтись без замен. Насколько это оправданно, сейчас сложно сказать, но я думаю, что в парном катании было тяжелое падение. Поэтому, если так уже после выступлений подвести итог, я думаю, что все-таки здесь был такой главный тренерский просчет. В парном катании нужно было сделать замену, потому что все-таки падение было сложным. Как это отразится на выступлениях спортсменов в дальнейшем? У них сейчас будет длительная пауза, по-моему, через 9 дней только следующее выступление. Так что, в принципе, будет время, чтобы восстановиться, но падение было такое непростое. Камила Валиева откатала, конечно, просто блестяще. Конечно, у нее было несколько неудачное выступление, может быть, в произвольной программе. Но, опять же, надо смотреть, насколько велика сложность эта программа. Поэтому спортсменке 15 лет, и это все первые Олимпийские игры, и она, в принципе, начинает свой первый сезон на таком уровне, на взрослом уровне. Поэтому я думаю, что все-таки слово блестящее, тем не менее, подходит, потому что были, конечно, падения, были ошибки. Была некая неуверенность, может, в каких-то моментах, и в короткой программе тоже. Но надо сделать скидку на возраст, и здесь, как бы, видно, конечно, все-таки огромный талант. И все сделать на Первой Олимпиаде просто перфект, это, я думаю, просто нереально. Тем более, что у нее все-таки была очень такая большая ответственность. Ей нужно было выигрывать короткую программу, чтобы вывести свою команду вперед. Она, кстати, справилась с блестящим. Вот, и в призвольной программе, конечно же, мне больше нравится короткая программа, потому что она такая более слаженная, более интересная, чем Болера. Конечно, в 15 лет катать тоже очень сложно, мне кажется. Вот, ну, сделан такой выбор, она, конечно, катается очень интересно, и ту, и другую программу, но в короткой она все-таки смотрится более слаженной. Вот, и теперь будем наблюдать за тем, как сложится борьба между Анной Щербаковой и Камилой Валиевой в одиночном виде. Конечно же, Трусов тоже может вмешаться в борьбу за золото, здесь, я думаю, сюрпризы возможны.